Представьте себе идеал архитектуры. Ох, какой он! Эльфевой башня? Тадж-Махал. Саграда фамилия? Нет. Настоящий идеал это Парфенон. Главный храм Афин и дом богов. Он похож на гармоничное человеческое тело. Сильные ноги колонны и гордый портик голова. Он был главным образом для архитектора в целых 2000 лет. Исаакиевский собор, американский белый дом и тысячи других построек от дворцов до подсобок копируют его стиль. В том числе и Большой театр. Красиво, привычно, скучно. Да, это здание строили снаружи внутрь. Сначала создавали внешний вид и только потом интерьер. Где здесь столовая, где здесь сцена, где здесь техническое помещение непонятно. Все изменилось 100 лет назад, когда в игру пришли молодые архитекторы. И на смену классике пришел конструктивизм. Сейчас вы узнаете, на какие безумные проекты было готово тратиться советское государство. Что такое живые стены? Как превратить здание в скорлупу для огромной машины? И можно ли сделать из крестьянина человека будущего, спланировав всю его жизнь от рождения до смерти и построив для каждого этапа свое здание? Это будет красивый выпуск ТОП-класс. Йоп, Ян, а это стальной каркас. Самая модная технология начала 20 века. Пожалуй, самое знаменитое фото стального каркаса, это обед на небоскребе. Высота, смотрите, 200 метров. Как мы понимаем, техники безопасности тогда не было. Это можно понять, потому что у них кепки вместо касок. Как бы там ни было, рабочий спокойно, потому что каркас держится на клепках. На самом деле, ставить вот такие вот клепки, сложнейшая работа, ее выполняет бригада из четырех человек. Повар, так называли этого человека, нагревает болванки прямо на высоте, кидает вратарю. Он ловит его ведром и передает упору. Тот держит шкляпку заклепки, а стрелок расклепывает ее пневмомолотом с другой стороны. Вот это, мать его, процесс. Так и строили все Нью-Йоркские небоскребы. Если кто-нибудь, ну, заболел, не выходит вся бригада. Но зачем такие сложности? Чтобы выполнять фантазии архитекторов. Можно больше не строить домики с колоннами по типу Парфенона. Теперь можно делать все, что хочешь. Небоскребы по 50 этажей, огромные стеклянные фасады и даже 240 тонн металла, сложенных карточным домиком. Молодая страна, Советский Союз, старается не отставать от остального мира и ставить перед собой сверх задачу. Сделать из крестьянина человека будущего. Чтобы вы понимали, крестьянин – это фермер, который сам выращивает еду, воспитывает детей без детского сада и работает только на себя. Такой маленький фермерский бизнесмен. Человек будущего будет совсем другим. Он не будет тратить время на стирку, уборку и воспитание детей. Государству нужны свободные трудовые руки, здоровые тела и идеологически правильные мозги. Человек будущего стреляет из пушек, работает не вилами, а катается на тракторе. Это человек-машина, человек-завод. Тогда как превратить крестьянина в человека будущего? С помощью вот таких вот человекофабрик. Это дом коммуна на Орджоникидзе, Москва. Самый радикальный из проектов. Только представьте, 1929 год. Сюда заселяют две тысячи студентов текстильного института, у которых все общее – настоящий жилой конвейер. И вот его ячейка. Она так и называется – жилая кабина. Шесть квадратных метров всего здесь. Из мебели только самое необходимое. Две кровати – вторая была здесь. Тумбочка – она была где-то здесь. И подоконник вместо стола. Минимализм на максималках. Привет, Икея! Готовить нельзя, стирать тоже нельзя. И вот такая вот маленькая кабинка для двоих. Так что никаких больше печей, самоваров, а главное – икон в углах. Сюда можно принести только свое тело в пижаме. Находиться днем здесь запрещено. Прикол. Поспал и вышел. Весь день кабины проветриваются, а вечером включают вентиляцию. Воздух можно озонировать, а можно и впрыскивать усыпляющие добавки, чтобы человек еще и засыпал по команде. В то время считалось, что технологиями можно решить любую проблему, даже бессонницу. Каждая минута человека будущего была расписана. Сначала его будет будильник. Он бежит прямо в пижаме сюда, на этот балкон, чтобы сделать коллективную зарядку со всеми остальными студентами. Затем в этом бытовом корпусе он принимает душ и переодевает свою пижаму. Это как бы шлюз между миром спящих и миром жующих. Потом он идет сюда, в столовую, позавтракать. Это можно сделать только здесь и в строго определенное время. Будущее не ждет. После завтрака идти в институт учиться. Ну а если нет пар, то можно позаниматься в общественном корпусе. Вот он. Это и черчежный зал, и библиотека, и место для общения человека будущего. Коворкинг своего времени. Лампы внутри не нужны. Днем помещение освещается. Солнцем. Через вот такие вот шедовые фонари. Прямо как на заводе. А ну а что? Чем это не завод? Это самый настоящий завод. Только по выпуску студентов. А затем время обеда. Обед обязательно для всех. Здесь полное самообслуживание. Вот здесь вот работали огромные конвейеры с едой, по которым шла еда. Студент ее брал, кушал, Относил на мойку. И наконец вечером студенты опять собираются в коворкинге. Проводить свое свободное время. Ну, как свободное. Выбор занятий был ограничен. Игры, музыка и танцы. А, и коллективное слушание радио. Да, тогда это было развлечением. По вечернему звонку все идут на прогулку в этот двор, чтобы еще раз размяться и заполнить все круги на своих galaxy watch. Ну и наконец студенты проходят через душ, гардероб и в своей кабинке спать. Все. Потребности жителей удовлетворены. Есть библиотека, парикмахерская, прачечная, медпункт и тир. Ну, знаете, чтобы они с молодости учились и умели стрелять. А что, если кто-то родит? Ведь тогда в СССР секс-то еще был. Из двух тысяч молодых студентов обязательно кто-то родит. И архитектор даже знал сколько. Пять процентов. Именно настолько был рассчитан коммунальный детский сад. Сто человек. В этом здании никто не готовит, никто не стирает. Детей отдают в ясли, чтобы потом вечером забрать их домой. Раньше и подумать было нельзя, чтобы своего ребенка отдать кому-то на целый день. У этого дома есть еще одна особенность. Здесь архитектор планировал лифт непрерывного действия. В таком лифте кабины двигаются без остановок. Успевай запрыгивать. Если тебе наверх, прыгаешь в левую кабину. Вниз, вправо. Он называется Pater Nostra или Отче наш. И не потому, что нужно молиться, чтобы тебя не задавило там или что-то еще. А потому, что лифт работает как четки в руках священника. Это делает здание еще больше похожим на конвейер. Архитекторы того времени строят не здание. Нет. Они проектируют жизнь человека. Здесь спланировано все. Каждый час жизни человека. Только представьте это. 29-й год. И эту махину построили за 9 месяцев. Это фабрика по производству человека будущего. И с ее помощью архитекторы решили вопрос быта. Решив одну проблему, создали другую. Крестьяне стали массово съезжаться в город. И становиться работниками. То есть до этого они работали на себя. Выращивали еду. И растили детей, чтобы те выращивали еду. А здесь нужно делать что-то для других. Для народа. Для государства. А как прокормить такую толпу государству? Это же огромное количество людей. Правильно. Голубями. Шутка. Хлебом. Эту проблему решил хлебозавод автоматом. Весь завод это одна огромная машина. Она находится внутри этого цилиндра. Здание всего лишь скорлупа для нее. На трубе котельной видно год постройки. 1933. Эта штука производит 280 тонн хлеба в сутки. Работает она как швейцарские часы. Мешки с мукой разгружают с поездов в подвал. Ее просеивают и по лифту в центре здания поднимают на четвертый этаж. Муку заливают соленой водой. Перемешивают. Дальше тесто идет на разделку. Здесь нарезается и в кольцевую печь. Готовые батоны отправляются на первый этаж, где их разводят грузовики и поезда по всему городу. Весь процесс идет по кругу и сверху вниз бесконечно. Ни одного лишнего движения. Люди смотрят, а машины работают. И это не экспериментальный образец. Система оказалась настолько удачной, что по такой схеме было построено пять круглых хлебозаводов в Москве и два таких же круглых в Петербурге. Но этот красный цилиндр хорош не только тем, что в него можно засунуть огромную машину. Он экономит тепло, электричество и кирпич. При одной и той же площади пола у круглого здания меньше периметра стен. А это значит меньше кирпича и меньше теплопотерь, но больше света. Где бы ни находилось солнце, внутри всегда будет светло. А еще это просто красиво с высоты птичьего полета. Люди прошлого смотрели на здание снизу вверх. Люди будущего будут летать над Москвой на огромных дирижаблях. И крыша станет пятым фасадом. Естественно красивым. Из крыш будут складываться улица, район и целый город. Чтобы понять о чем я, посмотрите на Дубай. Его пальмы строились для красивого вида сверху. Сто лет назад советское государство хотело, чтобы люди будущего не только рационально работали, но и рационально отдыхали. Для этого есть третье место. Рабочий клуб. Клуб определялся специальностью рабочего. Работаешь на мануфактуре? Вот, это твой клуб. Клуб для рабочих текстильной мануфактуры. Работаешь на троллейбусе? Твой клуб для коммунальных работников. Этот клуб для металлистов. А работаешь в трамвайном депо? Кто твой клуб? Клуб Русакова-Сокольников. Это и клуб для отдыха, и агитационная точка. Здание даже внешним видом напоминает шестеренку. Видишь шестеренки на работе, видишь шестеренки и в клубе. С транспарантами здание превращается в настоящий завод по производству культуры. Да, тут и красная звезда, и портреты. Все есть. В этом здании была библиотека, комната для кружков и столовая. Но главное помещение – это зрительный зал в виде огромного рупора. Под него и подстроилась вся архитектура здания. Это и называется строить изнутри наружу. Полная противоположность всем дворцам и Парфенону. Все продумано. Зубья шестеренки на фасаде созданы не просто так. Это огромные балконы, вылетающие наружу из здания, каждый из которых весит 400 тонн. И каждый из них может стать отдельным помещением. Как? С помощью живых стен. Видите эти рельсы? Это направляющие для перегородок, которые отделяли комнату от комнаты. Они работали как кухонный шкаф, который положили на бок. Верхняя задвижка опускалась с потолка, когда нижняя поднималась с пола. Так, зал на 1200 человек превращается в шесть маленьких. Это умный дом своего времени, вы только представьте, в Советском Союзе. Все это здание – это огромный рупор. Он доносит звуки со сцены каждому зрителю в зале, а их реплики, эмоции и крики – обратно артисту. Правда, если выступление было уж совсем потрясающим, аплодисменты могли оглушить артиста. Постановки, кстати, здесь были только революционные. Вот с такими декорациями. Все в жизни человека будущего напоминало завод. Итак, три места в жизни рабочего человека. Дом, работа, клуб. В них он должен проводить основную часть своего времени. За него уже все решили. Эти проекты всего лишь переходные. Они должны были научить человека прошлого, как жить в будущем. И это только реализованные проекты. Сколько всего осталось на бумаге. Горизонтальные небоскребы, огромные арки и даже 400-метровая движущаяся конструкция. Настоящая Вавилонская башня в центре Петербурга. А вот дворец труда. Крыша разъезжается, и туда садятся самолеты. Внутрь могут въезжать танки. Формой он похож на главный христианский храм – собор Софии Константинопольской. Вся эта архитектура тогда взорвала мозг современникам. Так в мире не строил никто. Но все это оказалось утопией. Моделью будущего, которая так и не наступила. Дом коммуны оказался слишком дорогим. Круглое здание хлебозавода невозможно было строить серийно. А живые стены в клубе сломались. И ремонтировать их не стали. Жизнь человека не поддалась автоматизации. Даже в Советском Союзе люди не стали жить по схеме, которая придумала для них правительство. Конструктивизм ушел. Пришла эпоха сталинского ампира. Мощно, дорого и помпезно. Потом и от этого решили отказаться. На смену гигантам пришли хрущевки, в которых до сих пор живут миллионы россиян. Но главное не железо и бетон. Главное – идеи. Идеи живут до сих пор. Вот башня с домами-капсулами в Токио. В этих крошечных комнатах может спать только один человек. Чем не кабины из дома коммуны? А вот штаб-квартира китайского телевидения в Пекине – своего рода горизонтальный небоскреб. А башни из кубиков в Москва-Сити вообще вдохновлялись всем конструктивизмом сразу. Круто, что сейчас мы видим здание, построенное по чертежам архитекторов-мечтателей прошлого. Но что делать с этим? Как здесь сделать шаг в будущее? Будущее уже наступило. Мы просто этого не заметили. Смотрите. Алиса, что такое суспензия? Суспензия – взвесь, в которой твердое вещество равномерно распределено в виде мельчайших частиц в жидком веществе во взвешенном состоянии. Ого, вот это да. Я сама в шоке была. Обоставь будильник на 7 утра и включи систему футдау. Отличный выбор. Выключи свет в спальне. Секундочку. Сделай ночник фиолетовым. Меняя цвет. Спокойной ночи. Хороших снов. Что делать, если я не могу уснуть? Спокойно дышать и попытаться ни о чем не думать. Что такое флекси? Что такое молли? Что такое хоуми? Когда следующий матч ЦСКА? Через 45 минут. Что такое Ян Топлис? Ян Топлис – видеоблогер. Разморозить красную икру. Для начала упаковку. Включи направление Big Beat. Что это за трек играет? Fatboy Slim. Песня Praise You. Ты такая умная. Тебя реально прокачали. Это часть моих профессиональных обязанностей. Включи цвет настроения синий. Включаю Филипп Киркоров. Альбом «Цвет настроения синий». Но со временем вам и этого станет мало. Тогда покупайте умную розетку, умный чайник и умную лампочку. Теперь, где бы вы ни находились в России, если у вас есть электричество, вы официально в будущем. Алиса, повтори бы денег через 23 минуты. Принято. Включи чайник. Момент. С виду может показаться, что будущее так и не пришло. Особенно, если посмотреть в окно. Но на самом деле, оно просто зашло с другой стороны. Со стороны гаджетов. О чем сто лет назад сложно было даже представить. Смотрите прикол. Алиса, дай звук номер 7. Включаю. Алиса, включи LJ «Антидепрессанты». Яндекс танцу мини можно использовать как музыкальный инструмент. И менять громкость либо голосом. Алиса, громкость на 6. Либо рукой. Не дотрагивайся. Супер. Как сделать так, чтобы Яндекс станция мини попала к вам в дом? Пройти по ссылке в описании. Будущее у вас дома обойдется совсем недорого. Может мы и не летаем на дирижаблях. Зато теперь нас понимает собственная квартира. И Россия не отстает от остального мира. Алиса – единственный голосовой помощник, который так хорошо говорит по-русски. Ее доработали. И теперь она может гораздо больше, чем раньше. А умничает и шутит она, как настоящий живой человек с русской душой. Будущее наступило, но наступило по-другому. А здания, о которых мы говорили, тоже не остались в истории. Они выполняли свои функции в советское время, выполняют и сейчас. Хлебозавод проработал 81 год. И за это время спек 5 миллионов 628 тысяч 200 тонн хлеба. Несколько лет назад его перестроили в магазины, офисы и апартаменты. В доме Комуни сейчас живут студенты МИСИС. Правда, совсем в других условиях. ДК Русакова сейчас – это театр Виктюка. То есть последние два даже сохранили свою первоначальную функцию. Ну а мы стали людьми будущего. Но без автоматизации нашей жизни, которую придумывало для нас советское государство. Мы стали людьми будущего другим путем. Сегодня мы много работаем. Независимо больше от погоды и урожая, живем не в избах, а в высоких домах. 75% россиян переехали в города. В деревнях уже никого не осталось. Посмотрите на русские деревни, когда будете проезжать по трассе. Это грустно и красиво. Урбанизация пришла ко всем. И к американскому фермеру, и к китайцу с рисовых полей, и к русскому крестьянину. Мы потомки тех самых крестьян, из которых сделали рабочих заводов, а потом и работников офисов. Сейчас нас не пытаются заставить жить по строгим правилам. Чтобы мечтать и создавать, нам нужна свобода выбора. Где жить, с кем быть и чем заниматься. Подумайте об этом. И, как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Спасибо большое всем, кто помогал нам в съемках на локации. И отдельное спасибо Москве глазами инженера. Все эти здания из выпуска вы можете посетить на их экскурсиях. Ну и обязательно заходите в наш телеграм и в мой инстаграм. Я вас там жду.